Зима, зима в Загорске, зима явилась в гости. От белизны блестят дома, старинные часовинки. Зима, зима, пришла зима, Загорск стоит, как новенький. Агния Львовна Барто посвятила Загорску целый цикл стихотворений. В честь 115-летия со дня рождения писательницы в Клементьевской библиотеке вспоминают о ее жизни и творчестве. Мы можем вспомнить стихи. И наша Таня громко плачет, и сразу все продолжит. Уронила в речку мячик. Агния Львовна Барто написала эти стихи. Впервые Агния Барто описала Загорск еще в 40-х годах прошлого столетия. Но, пожалуй, наибольшую известность приобрели стихи о Вовке Доброй Душе, нашем литературном земляке. Агния Львовна Барто бывала в нашем городе. И бывала она здесь не одна. Со своим внуком Вовкой, которую мы знаем, как Вовка Добрая Душа. Они жили в западном поселке и гуляли по нашим улицам. И ряд цикл стихотворений посвящен Вовке. И в том числе в них упоминается наш город. Загорск он тогда назывался. Не в машине легковой, не в подводе тряской, Едет брат по мостовой, в собственной коляске, С горки на горку по городу Загорску. Малышам и взрослым людям паренек махал рукой. С ним теперь знакомы будем. Это Вовка, есть такой. Я, наверное, как и многие Вовки в детстве, думал, что это написано про меня. И большое спасибо Агнии Барто за то, что люди теперь могут сказать «Вовка – добрая душа». Владимир Новоселов, Сергей Власов. День города.